нет не переживайте я не продал свою камеру я продал пленочную камеру и сейчас планирую покупку камеры более крупного формата формата 6 на 7 об этом я буду рассказывать чуть позже а сейчас я вам покажу как идет съемка без нди фильтра вот сейчас я снимаю с фильтром именно поэтому у меня задний фон размыт без фильтра он получается не такой размытый в этом собственно весь смысл этих фильтров для того чтобы снимать в яркий солнечный день этой кстати я еще стою в тени если я буду на солнце мне придется закрывать диафрагму еще больше сейчас она закрыта на f8 и и соответственно в этом и заключается смысл фильтра в том чтобы снимать при ярком свете с открытой диафрагмой чтобы получать размытый задний план или передний план вот поэтому фильтры очень полезны именно при съемке видео для фото они используются в случаях длинных выдержек например или каких-то особых техник фотографии но вот для видео ind фильтры это прям маст хэв когда диафрагма закрыта то есть она как бы когда открыта у нас получается как раз размытый задний план если мы ее закрываем то картинка становится более плоской за счет открытости диафрагмы получается нас объемность картинки и именно это отличает картинку с камерой от картинки с телефона например а когда у нас она закрыта из-за того что не используется фильтр по сути нет смысла покупать какую-то дорогую оптику потому что она будет закрываться и не давать каких-то особо ощутимых результатов вы уже знаете что у меня есть объектив токумар полтинник 1.4 очень нравится мне этот объектив сегодня утром как раз по фотографировал дочку на него и настало время двигаться дальше и я так подумал что для меня вот поиск техники поиск каких-то новых объективов он скорее больше как некая такая игра именно ее смысл заключается в том чтобы пробовать что-то новое то есть не найти какой-то идеальный объектив и снимать на него идеальную камеру и снимать на нее а именно пробовать что-то новое и в этом и в этом я вижу некое такое свое удовольствие и поэтому я планирую этот объектив разыграть в будущем чтобы он достался кому-то из вас это случится когда я выберу как бы замену этому объективу а собственно куплю и и потом уже буду разыгрывать вот это стекло снимал я на него фильм и тью и может быть даже успею что-то еще на него снять и кстати о о съемках я запланировал два ролика ну два фильма получается и грубо говоря вопрос их производства он всегда упирается в одну большую такую вещь деньги и собственно деньги даже не на технику а скорее на организацию вот этих всех процессов на аренды на такси на обеды то есть чтобы все всех собрать в одном месте чтобы все происходило успешно чтобы картинка была красивая то есть нужно вкладываться именно в организацию и сейчас я стараюсь максимально загружать себя работой чтобы собственно обеспечить себе производство этих фильмов и один из них я уже распланировал на бумаге уже составил список людей кто мне может потребоваться команда которая мне может потребоваться а в будущем я тоже буду об этом все рассказывать как идет процесс организации как идет процесс подготовки и также у меня в голове уже давно крутится еще один фильм но он такой более трудозатратный в том плане что там будут требоваться очень много костюмов может даже декорации какие-то и скорее всего сейчас пока для него не время потому что это для этого нужно теплое время года и поэтому я думаю летом я это все воплощу а сейчас я пока нахожусь в таком процессе как бы наполнение для того чтобы потом что-то выдать и поэтому не так часто даже хочется снимать видео и если честно зимой когда было холодно это было делать немножко лень было холодно не хочется таскать с будет рюкзак с камерой вот поэтому вот такие вот изменения а и кстати касательно денег а есть приятный бонус за два месяца у меня а пришло с youtube а где-то 20 долларов это очень приятный бонус надеюсь эта цифра будет расти и все эти деньги вот от монетизации ютуба они конечно же будут идти на производство вот этих роликов фильмов а есть еще одна такая задумка а пробовать организовывать даже не какие-то вот такие пусть и короткометражные но такие вот как закон законченные проекты до которые как некая цельная история а хочу попробовать больше снимать еще каких-то ну грубо говоря зарисовок каких-то сцен вот именно которые можно снять в одной локации например просто разные дубли например даже может речевые какие-то но как некая такая практика перед более масштабными проектами вот это собственно все новости на сегодня а сейчас воскресенье я снимаю этот ролик воскресенье 29 марта улицы города пустые я не хочу никак ну как-то комментировать эту всякую ситуацию но скажу что я не из тех кто хочет сидеть дома особенно когда к этому все призывают очень так агрессивно и активно вспомнил что хотел сказать в общем огромную сейчас часть моего времени забирает мой новый youtube канал который я начал вот именно по своей астрологической теме а если интересно я оставлю ссылку в описании и для записи видео на этом канале я использую собственно свою камеру и наконец удалось ее протестировать насколько ее хватает на одном заряде батареи в общем со всеми подготовками пока там расставить ну камеру там сесть удобно все такое грубо говоря уходит час съемки и немного батареи остается то есть я думаю если ее сразу включить на запись то часа на полтора ее будет хватать больше уже скорее всего будет не хватать у меня вот получилось час съемки плюс минут десять там установки всякие а потом приходится ее перезаряжать ну либо использовать дополнительный аккумулятор а и и и и и и и